Угрозу для казахстанцев представляют некоторые поправки в кодексе здоровья, считают активисты общественного фонда Кургал-Ичар. Они утверждают, что в этой редакции документы позволят чиновникам вмешиваться в семейные дела наших граждан и даже лишать их родительских прав. Общественники просят депутатов Мажелиса вернуть на доработку документ. Их аргументы выслушала Мадина Исюмбаева. Любой казахстанец, просто любой, с ним можно будет расправиться, сделать с ним все, что угодно, руками психиатров, имея вот такое законодательство. Поэтому наше предложение, чтобы депутаты сейчас, что называется, завернули этот законопроект и вернули разработчикам на доработку. Общественники выступают против принятия нового кодекса о здоровье. Больше всего их тревожит изменение статьи, касающиеся области психиатрии. Представители фонда Кургал говорят, что новшества приравняют любителей кофе, энергетиков и курильщиков к психически нездоровым. В предыдущей редакции закона было такое, что больные алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией сейчас заменяют на фразу с психическим, поведенческим расстройством, в скобках, заболеванием, связанным с употреблением психоактивных веществ. Человек употребляет успокоительное или же снотворное. Также, если же употребляют стимуляторы, ну это в том числе кофе, если человек употребляет кофе. Не нравится общественникам в новом варианте кодекса и фраза «сохранение здоровья». Они считают, что она не конкретна, и завтра родители, которые отказались от прививки или сомнительного лекарства, смогут привлечь к ответственности или и вовсе лишить родительских прав. Такими лазейками могут воспользоваться родители, которые делят детей при разводе. Вот такие расплывчатые толкования дают возможность для злоупотребления. На самом деле и на сегодняшний день в рамках действующего законодательства злоупотребления в области прав человека в действиях психиатров достаточно. В Министерстве здравоохранения рассказали, что проект находится на стадии рассмотрения и угроз в нем не видят. Поправки в Кодексе здоровья составлены согласно международным стандартам. Весь документ посвящен спасению жизней. Если уже говорить о других заболеваниях, например, переливание крови, тоже многие не хотят делать из родителей, по религиозным и так далее соображениям. Она может привести к смерти того же пациента. Кофе можно употреблять, можно злоупотреблять и можно получить от него зависимость от самого кофеина. То есть, например, специально концентрируют кофеин, не имеется в виду кофе, а берут концентрированный кофеин или вот этот чай. Новый кодекс о здоровье презентовали депутатам в октябре этого года. Сейчас документ находится на рассмотрении в Мажелисе. Общественники просят разработчиков прислушаться к ним и внести уточнение в спорные статьи. Матина Исюмбаева, Думан Сулейменов, Информбюро Алматы.